Большинство из рассмотренных тем касались изменений структуры депутатского корпуса нового созыва. Были образованы комитеты и утверждены кандидатуры их председателей, как и в предыдущем созыве комитетов 10. Путем тайного голосования депутаты избрали и заместителя председателя горсобрания. Им стала Ольга Лиот. Также на внеочередной сессии депутаты единогласно проголосовали за внесение изменений в правила землепользования и застройки. Депутаты решили, в Сочи будут определены так называемые зоны, имеющие особо ценное значение. Это сейчас сделали составом депутатов нынешнего созыва, для того, чтобы ограничить высотную застройку по городу Сочи. Там очень много ограничений. То есть мы сохраняем архитектурный облик исторической части нашего города. И облик в новопостроенных олимпийских объектах. Потому что визуализация вот этих объектов, их привлекательность, она должна сохраниться. В указанных зонах устанавливается целый ряд ограничений, в том числе и по высоте капитального строительства, не более 12 метров. Также правилами землепользования и застройки был определен коэффициент использования территорий, который ограничивает общую площадь застройки в жилых и общественно-деловых зонах города. Все изменения вступят в силу в ближайшее время, сразу после опубликования решения городского собрания в средствах массовой информации.